полтора десятка атак и почти две роты потерю РФ. Какая ситуация на таврическом направлении? Украинские военные отбили 15 атак оккупантов на таврическом направлении и нанесли врагу потери почти в две роты. Российские войска продолжают наступать у Маринки и Авдеевки. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления. Обстановка по направлениям. На Авдеевском и Маринском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайск, Карловка, Маринка, Победа, Углидар, Причистовка и Новоселка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водянова. На Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гулийполя, Новоданиловки Запорожской области. Никополь Днепропетровской области. Повреждены семь частных жилых домов. Общая ситуация. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия, на ведении наступательных действий на Авдеевском и Маринском направлениях, атаковав позиции ВСУ 15 раз. Но украинские военные дали достойный отпор, и противнику пришлось отойти, потеряв почти две роты личного состава и 16 единиц вооружения и техники. Всего враг совершил 322 обстрела в сутки. Новости по теме на сейчас. Ночью российские оккупанты устроили массированную атаку по территории Украины, атаковав Киев, юг, Днепропетровскую область. В частности на юге враг пытался разыскать новые маршруты для своих дронов Камикадзе, которые будут применять в дальнейшем. Оккупанты применили 17 ракет, 10 были сбиты, и 31 БПЛА, 23 были сбиты. За сутки российские оккупанты потеряли на поле боя, 460 военных, самолеты 25 артиллерийских систем. Начиная с 22 по 26 мая, враг потерял два самолета и два вертолета. Кроме ночной атаки на Днепр, россияне и днем обстреляли город, попав в больницу. Сейчас уже известно о 25 раненых, и два погибших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.